Доброе утро, зрители StopGame.ru! Астрологи объявили неделю слухов. Уже не в первый раз. Начнем с молвы о возрождении Silent Hill. Эта тема начала всплывать то там, то тут уже достаточно давно, но теперь вот сформировалась в достаточно стройную теорию, подтверждаемую сразу несколькими источниками и инсайдерами. Итак, обладательница прав на серию Konami вроде как готовит сразу две новые Silent Hill. Одна является мягким перезапуском, для которого собрали вместе костяк Team Silent, куда входят Масахира Ито, Киитира Таяма и Акира Ямаоко. Кроме того, им вроде бы помогает SAE Japan Studio, в которой по идее трудятся авторы серии Sire. Вся эта движуха происходит под патронажем Sony, частично финансирующей разработку, из-за чего есть основания предполагать, что новый Silent может оказаться эксклюзивом PlayStation 5. Временным или не очень. Теперь про второй проект. Sony опять же выступает ключевым фигурантом. Компания хочет примирить Konami и Kojima Productions, чтобы первая позволила второй сделать еще одну Silent Hill. Но уже в сериальном формате и, возможно, с поддержкой виртуальной реальности. Если верить все тем же инсайдерам, данная затея пока еще только обсуждается. А вот тот самый мягкий перезапуск от Team Silent уже вовсю организовывается. Разработка началась еще в 2019-м. Причем в рамках японской видеоигровой индустрии она давным-давно перешла в разряд большого секрета, на котором все знают. Такие дела. Жду ваших комментариев по теме. Еще один крупный слух, который при этом не выделяется какой-то сложно сочиненной структурой. Ютубер The Gaming Revolution, специализирующийся на сливах информации об играх Activision, просто-напросто выдал список того, что готовится сейчас в этой компании. Начнем с колды, само собой. Очередная часть серии выйдет в 2020-м и пока что носит кодовое название «Проект ZEVS». На 2021-й намечена другая итерация Call of Duty, условно-бесплатное что-то от Slash Hammer Games. Играть можно будет не только на больших платформах, но и на мобильных девайсах. При таких раскладах непонятно, когда ждать релиз продолжения Modern Warfare, а ведь оно тоже находится в разработке, как и ремастер Modern Warfare 2. Вообще, Activision запланировала сразу несколько переделок, причем непонятно, что и в каких случаях подразумевается – ремастер или полноценный ремейт. Так или иначе, свет должны увидеть обновленные Tony Hawk's Pro Skater и Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Про Бандикута еще делают какую-то PvP-забаву, опять же, для всех платформ. Но она еще пока находится на совсем раннем этапе разработки. Ну и последнее. У Activision таки есть какой-то проект по новой интеллектуальной собственности. Не ремейк и не продолжение. Это загадочное нечто должно заменить Destiny, которую забрала с собой Банджи. Фух, все, наконец-то мы покидаем территорию сплетен и начинаем оперировать фактами. Порцию он их выдал творческий руководитель Frictional Games Томас Гриб, пообщавшийся с сайтом Vice. В основном речь, само собой, шла про недавно анонсированное продолжение Амнезии с подзаголовком Rebuild. Томас сразу же подчеркнул, что ничего революционного ждать не стоит. Игра будет развивать идеи, заложенные в первой части, при этом оставаясь достаточно консервативным хоррором. То ли дело другой проект, разрабатывающийся параллельно. Вот он куда более безумный и удивительный. Во всяком случае, так считает Гриб. Упоминалась и Сома в контексте присутствующих там врагов. Томас сказал, что монстры появились из-за легкой паники внутри Frictional. Студия посчитала, что они нужны игрокам. Потом оказалось, что Сома вполне себе играбельна и без противников. В результате чего был добавлен сюжетный режим. Так вот, подобный маневр провернуть с ребёв точно не получится. В новой Амнезии враги будут неотъемлемой частью геймплея. Релиз запланирован на осень 2020. Приятные вести для всех ожидающих Wasteland 3. А особенно для тех, кто в своё время вложился в этот проект в ходе краудфандинговой кампании. Бэкеры, отдавшие 25 долларов и больше, уже завтра, 17 марта, в 19.00 по московскому времени получат доступ к бета-версии игры. Проверяйте свои электронные ящики. Если вы вдруг участвовали в альфа-тестах, то в бету перейдёте автоматически. В ней игрокам дадут опробовать несколько первых часов игры, включая создание персонажа и часть локаций. Карты мира не будет, а определённые области окажутся заблокированы. Полноценный релиз назначен на 19 мая. Наверняка вы слышали про Волкин Lords of Mayhem и её технические неурядицы. А если не слышали, то посмотрите наш свежий выпуск передачи Refund. Так вот, разработчики не стали косплеить собаку в горячей комнате, говорящую This is Fine, и скорректировали свои планы на ближайшее будущее. Сначала-то они хотели плотно заняться новым контентом Лиги и следующей игровой главой, но теперь ближайшие месяцы проведут под флагом операции с красивым названием «Второй рассвет». Вот её ключевые пункты. Улучшение темпа и визуального разнообразия третьей главы, улучшение качества локализаций, возможность переназначить левую кнопку мыши, поиск в калейдоскопе судьбы, улучшение удобства и комфорта игроков, улучшение баланса, улучшение покрытия вместимости и эффективности серверов, улучшение контактов с сообществом. Короче, фанаты Волкин, скоро заживёте. Помимо уже упомянутого рефанда, изучайте на stopgame.ru следующие материалы. Разбор полётов по Blood Rain, адаптированное расследование к атаку, посвящённое трудностям разработки The Last of Us Part II, обзор Iris and the Giant, подкаст про инди-игры, новая нарезка про Кузю из 90-х, а также выпуск рубрики «Страшно вырубай» про зловещую тишину. Да, богатые выходные были. Желаю вам приятного понедельника. Пока!